Приветствую, друзья. Вот это график заболеваемости коронавирусом в России. Вам ничего не кажется странным? Ну, хорошо, я вам подскажу. Посмотрите на эту точку. Это 25 марта 2020 года, когда Путин объявил так называемые нерабочие дни. Ну, а по сути дела карантин. Объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. Как вы видите, в этот день заболело ковидом всего 163 человека. А вот это сегодняшний день на графике. Как можно заметить, выглядит он несколько более угрожающе. Ну, еще бы. 31 октября только за один день заразилось более 18 тысяч человек. Получается какая-то бессмыслица. Весной, когда в день заражалось 160 человек, карантин ввели. А сейчас, когда заражается в 100 раз больше, введение карантина даже не обсуждается. Не планируем вводить тотальные ограничительные меры. Запускать так называемый общенациональный локдаун. Тут, конечно, есть два разумных соображения. Во-первых, по сравнению с весной, сейчас делают гораздо больше тестов. Больше тестов, больше выявленных больных. Они, может быть, и весной были, просто прошли незамеченными. А во-вторых, у нас же есть волшебная вакцина. Даже не одна. Тестов, конечно, делают больше. Но лучшее представление об уровне заболеваемости все-таки дают больницы. А они как весной были полными, так и сейчас набиты. Ну, а что касается вакцины, то я делал подробное видео на этот счет. Повторю свою точку зрения. Вакцина у нас есть. Только она непроверенная. Ну, и к тому же мощностей для ее производства в нужных масштабах тоже нет. Таким образом, никакой логики в том, что весной карантин был введен, а сейчас нет, не наблюдается. Ну, или такая логика есть. Давайте посмотрим. До начала эпидемии коронавируса путинский рейтинг доверия по опросам Левады составлял 35%. Именно такой процент граждан сами называли фамилию Путина в ответ на вопрос, каким политикам вы больше всего доверяете. Это, кстати, намного меньше, чем нам пытается внушить пропаганда. 35% это, конечно, много, но никак не пресловутые путинские 86% поддержки. Но посмотрите, что происходит с рейтингом Путина с момента начала эпидемии. Рейтинг начинает уверенно снижаться. 28 в апреле, 25 в мае, слегка поднимается до 26 в июне и достигает минимума в июле. 23% рейтинг доверия. Это средняя цифра даже для европейского политика. А уж для национального лидера, который собирается править страной 36 лет, ну это вообще позор. Тут надо быть честными. В эпидемии вируса Путин, конечно, не виноват. И мы не знаем, кто виноват. И есть ли такой человек вообще? Хотя, конечно, каждого из нас, наверное, посещала мысль. Хорошо бы найти того, с кого все это началось, и поговорить с ним по-мужски. Но если в самой эпидемии Путин не виноват, то вот действия государства в ответ на эту самую эпидемию целиком на его совести. Сначала государство в лице штатных пропагандистов убеждало, что никакого вируса вообще нет. Это не первая вспышка коронавируса. То, что было раньше, было даже, имело даже более высокую смертность. Затем Путин самоустраняется от принятия решений в свой бункер и передает ответственность регионам. В этой связи с субъектом и главом субъекта федерации, по моему указу, будут предоставлены дополнительные полномочия. Потом были знаменитые нерабочие дни с оплатой за неизвестно чей счет. Подчеркну с сохранением заработниками их заработной платы. И довершили картину действия местных властей по борьбе с эпидемией. Ну, или так, как они эту самую борьбу понимали. Конечно, рейтинг Путина пошел вниз. Хорошенькая картинка. Вы только что поверили, что никакого вируса нет, а вас сажают на карантин. При этом обеспечивать ваш доход должен несчастный работодатель, который сам-то на ладан дышит. А государство вместо помощи готово арестовать вас, если вы без пропуска вышли погулять с собакой. 23% рейтинга доверия в июле – это оценка действий государства по борьбе с эпидемией. Но у этой ситуации есть и обратная сторона. Как только эпидемия коронавируса отступила, а отступила она по объективным причинам, отступила почти везде в северном полушарии, рейтинг Путина пошел вверх и вернулся к докоронавирусным значениям. 33% в августе и сентябре – это уже похоже на рейтинг до начала эпидемии. Опять же, не всенародная поддержка, конечно, но и не июньский минимум. И вот здесь кроется ответ на вопрос, почему сейчас карантин не вводят, а весной вводили, хотя цифры по заболеваемости сейчас, как вы видели, в 10 раз больше. Путин понял. Карантин убивает не только людей, не только экономику, но и рейтинг. А рейтинг – это серьезно. Мы уже видели его в ситуации такого выбора, можете быть уверены. Путин всегда выберет политический выигрыш для себя лично. Курск, Беслан, Норд-Ост – везде. Поэтому сомневаться, как он поступит сейчас, нет никакого смысла. Конечно, рейтинг для него важнее. Если введение карантина может угрожать его личной популярности, если нужно протолкнуть обнуление, значит, не будет карантина. А вот если надо будет придавить протесты, тогда да, сразу вспомним о коронавирусе. Может быть, Путин боится не падения рейтинга? Может быть, от введения нового карантина его удерживают какие-то более благородные мотивы? Ну, например, он понимает, что государство не может возместить людям выпадающие доходы. А значит, заставлять их сидеть дома просто нечестно. Весной Путин возложил основные издержки от введения карантина на работодателей. Это поставило на грани разорения множество предприятий, но позволило государству сохранить средства. По оценкам экспертов, общие затраты нашего государства на помощь гражданам можно оценить в 1,2% от ВВП. Сравните это с затратами США, которые выделили на поддержку 12,4% ВВП. Или Германии, где размер поддержки составляет более 37% ВВП. Несравнимые цифры. Западные страны потратили на поддержку своих граждан в разы больше бюджетных средств. И в абсолютных цифрах, и в процентах от ВВП. Но это мы с вами так считаем, что деньги есть именно для поддержки граждан. В концепции путинской власти эти деньги хоть и находятся в бюджете государства, но принадлежат, конечно, не гражданам. Что-то уже обещано друзьям, что-то надо потратить на пропаганду, что-то на любимые путинские военные игрушки. А граждан среди претендентов на бюджетные деньги, судя по всему, вообще нет. И это не случайность, это вопрос приоритетов. В списке путинских приоритетов есть личная власть, есть благосостояние друзей, есть необходимость удерживать власть силой и необходимость удерживать ее при помощи вранья. Это тоже есть. А вот граждан, их жизни, их здоровья в этой путинской пирамиде ценностей нет. Поэтому мы можем обсуждать и даже спорить, является ли, к примеру, карантин наиболее адекватным ответом на эпидемию. Возможно, что нет. Вполне возможно, что могут быть более тонкие адресные меры защиты, которые позволят сберечь жизни и не навредить экономике одновременно. Это тема отдельного обстоятельного разговора. Однако сейчас очевидно, что в том наборе мер, который был на руках, был у Путина, рейтинг или борьба с эпидемией, расходы на удержание власти или поддержка граждан. Так вот, выбор был сделан не в пользу людей. Люди Путину нужны только тогда, когда нужно получать голоса за свое обнуление. Вот тогда он, конечно, произносит множество прекрасных слов. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью под отчетный общество. Дает много обещаний. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Но операция по обнулению закончена, и Путин возвращается к более важным для него лично делам. Обустройству личной власти, которая позволит комфортно править до 2036 года. Причем нельзя сказать, что сам Путин наплевательски относится к опасности заражения коронавирусом. Нет. Себя лично он надежно обезопасил. Сидит в бункере. На людях не появляется, а всех посетителей заставляет проходить двухнедельный карантин. Нас долгие годы убеждали, что стране нужен сильный и несменяемый лидер. Мол, только так мы сможем разобраться с тяжелыми проблемами и преодолеть те кризисы, которые преодолеть демократии не под силу. Оставим в стране то, что сильный лидер у нас есть уже целые 20 лет, а проблемы как-то не заканчиваются. Лучше ли этот лидер ведет себя в кризисной ситуации? Лучше ли, чем демократическое правительство? Нет. Он заперся в бункере, пустил ситуацию в стране на самотек, и волнует его только как не заразиться самому и не растерять остатки своего рейтинга. Как мы видим, сильный, единоличный лидер не дает стране никаких преимуществ в тяжелое время. Это миф. Преимуществ нет, а вот недостатков хватает. А раз так, то нет никакого смысла терпеть такого лидера до 2036 года. Ну или до какого он там сам себя отмерил. Всего вам хорошего, друзья.